добрый день уважаемые коллеги я приветствую вас на нашей очередной онлайн встречи и она у нас является одной из самых важных потому что фактически ей мы даем старт новому сезону а в фокусов новому сезону а в клуба у нас будет много интересных новостей подключайтесь готовьтесь мероприятие сегодня будет чуть дольше чем обычно потому что нам нужно обсудить огромное количество вопросов поэтому не буду тянуть и сюда сразу же приглашаю екатерину тимошенко директора а вы клуба потому что в первую очередь нам надо обсудить все нововведения и новшества которые нас ждут в этом году екатерина приветствую добрый день прежде чем мы перейдем к вы фокусом что безусловно это главная тема нашего мероприятия потому что новый сезон как мы уже начали это называть стартует уже совсем скоро давай два слова глобальных структурных изменениях в клубах потому что они есть и вначале предлагаю о них напомнить чуть-чуть поговорить и как мы уже привыкли говорить выровнять площадку для всех вдруг кто еще не в курсе прошу что нас ждет а да давайте я сейчас хочу сделать такой по обратную связь дать по тем по той информации которая приходит к нам прежде всего по регистрации вопросов по ней действительно много поэтому давайте пройдемся как вообще это все у нас будет происходить значит прежде всего начнем с того какая аудитория у а вы клуба а потому что все относится как бы к нашему проекту каталог она достаточно обширная разнообразная это специалисты которые посещают наши онлайн события оффлайн события читают публикации у них довольно широкий круг интересов потому что это и заказчики и производители и дистрибуторы и многолитие многорукие интеграторы проектировщики и студии контент и многие другие участники рынка то есть сфера интересов достаточно большая после 22 года мы и и делим теперь еще и географически есть у нас а вы клуб россия и есть а вы клуб азия это новое подразделение которое с этого года фокусируется на работе в средней азии поскольку набор поставщиков там свой об активностях этого направления мы поговорим отдельно 10 апреля перед стартом поездок туда но в целом глобально мы всю вот эту нашу аудиторию делим на два больших сегмента поставщики и заказчики про вы решений и собственно организация эффективного общения этих специалистов из этих двух сегментов этому посвящена в принципе вся наша основная деятельность как мы это делаем как мы это организовываем сегодня для участия в любой активности а вы клуба необходимо наличие личного кабинета резидента вы клуба на нашем сайте на моем слайде видно как он выглядит как бы все пришедшие сюда формально должны были эту процедуру пройти но я смотрю что приходят сообщения люди спрашивают как зарегистрироваться на основании его данных активируется профайл специалиста с которым мы дальше и работаем эти профайлы могут быть приватными а могут быть публичными функционал кабинета при этом одинаковые абсолютно разница лишь в его видимости в разделе эксперты на нашем сайте приватный кабинет активируется автоматически при регистрации на любое событие клуба и в дальнейшем упрощает его для посещения следующих также он дает доступ к внутриклубным голосованием сейчас чуть позже обсудим для чего они нам нужны для заведения личного кабинета нам нужен специалист его персональный мобильный номер данные компании и корректный email в принципе обычно все наши стандартные вещи которые мы просили при регистрации для специалистов из сегмента заказчик этого функционала обычно достаточно если кто-то не планирует участие в наших мероприятиях пока он хочет завести профайл это можно сделать не регистрируясь на сайте через вот эту кнопочку если кто-то не нашел обратите внимание как это делается значит как завести как из приватного профайла сделать публичный через него вот как на моем файле здесь на моем слайде нарисовано мы подаем заявку на добавление компании в каталог поставщиков это такой ответственный уже шаг соответственно как бы заполняете данные и для того чтобы профайл компании появился в нашем каталоге нужно заплатить такой условный регистрационный взнос обязательно со счета той компании которую вы регистрируете чтобы мы понимали кого мы вносим в наш каталог экспертов чтобы были данные конкретного юрлица после этого компания появляется в общем доступе в каталоге и эксперты компании смогут стать авторами публикации или спикерами событий во в клубе их профессия персональные профили начнут пополняться и соответственно автоматически станут активными после появления этих публикаций пример такой такого профайла например вот у компании смартовые в публичном в публичном профайле мы собираем данные о компании отрасли в которых она работает оборудование которое она продает события в которых она участвует то есть вся та информация которая необходима для стороннего человека который пришел что-то узнать о поставщике и на основании которой он может оценить его экспертность вот хотел ответить на этот вопрос публично потому что пошел поток вопросов наверно надеюсь вопросов будет меньше то есть фактически вот это вот небольшая символическая оплата нужно для верификации до что мы говорим точно о том что здесь в профиле заявлено то юрлицо о котором идет речь и это подтверждается уже самыми официальными документами отлично вообще больше конечно это уже напоминать не платформа такую профессиональную социальную сеть где люди делятся своими компетенциями то есть формат меняется действительно и он становится гораздо более эффективным хорошо изменения формата форумов будут 2024 году игра фокусов особенно интересно узнать после того громкого очень звучного яркого масштабного фокуса который прошел в сколково будут ли изменения для остальных городов и какие ну да мы сейчас посмотрели интервью которое сделал у нас паша я показываю сейчас кадры события в москве если кто-то подошел нас чуть чуть попозже действительно в прошлом году был представлен новый формат москве всем понравилось просторно хорошо оборудованная площадка в полково разнообразной активности мастер-классы награждения мы получили массу положительных озловых учли рекомендации потому что их тоже было много в сентябре это будет уже двухдневное событие и естественно появилось желание перенести этот формат в регионы сделать в регионах что-то тоже масштабное классное и замечательное соответственно вот расписание наших поездок во во всех городах россии у нас новые места проведения мероприятий поэтому обязательно проверьте куда вы едете на события этот сезон будет отличаться прям сильно от того что мы практиковали последние 16 лет по форматам к нашим традиционным выступлениям в основной программе добавились отдельные шоу-румы с мастер-классами хочу обратить на них отдельное внимание это образовательная программа которая будет проходить во второй половине дня их довольно много сейчас в программе для одного дня проходят они после одной программы как говорил ориентировочно в 15 часов но в каждом городе могут быть корректировки ближе к событию мы это будем сообщать зарегистрированным участником поэтому я рекомендовала вы планировать визит большой командой потому что мастер-классы могут проходить параллельно один специалист везде может не успеть где посмотреть расписание мастер-классов часто спрашивают такие вопросы у меня вот здесь на сайте там где у нас общее расписание можно отфильтровать по своему городу и посмотреть какие мастер-классы будут проходить с тем чтобы сориентироваться обязательно приглашаю вас подавать заявки и бронировать места на мастер-классах отдельно от общей регистрации на форум то есть если вы уже зарегистрировались на форум отдельно нужно забронировать место в мастер-классе если вас интересует только мастер-класс отдельно на форум регистрироваться не надо эта заявка будет автоматически с билетом форума. Вот такая вот история. И следующий формат наш замечательный и всегда самый любимый – это, конечно же, демо-зона. В этом году демо-зона у нас расширяется. Она будет большой достаточно, целых 10 квадратных метров. Это наш фирменный шестиугольный такой стенд. Теперь мы его будем применять везде. Очень удобный формат для рот-шоу. И любопытная тенденция, сейчас она уже явно заметна, что местные региональные компании активно включаются в участие в форуме в качестве экспонентов. Что, конечно, нас очень радует. Мы видим, что АВФокус становится полноценной площадкой не только для внутреннего общения, обучения специалистов нашей отрасли, но и приводит заказчиков конкретного региона, чтобы общаться со своими, с местными интеграторами и налаживать, так сказать, смотреть на новинки, которые есть. Следующий момент, на который я хочу обратить внимание относительно обновления структуры форумов – это структура деловой программы. Самым важным нововведением, кроме мастер-классов, про которые я уже рассказала, является вот этот блок – «Экскурсия по демозоне». Это такой экспериментальный формат виртуального технического тура в самом начале события, когда примерно 30-40 минут делегаты, сидя в конференц-зале, смогут узнать обо всех ключевых новинках в демозоне, которые сразу же после этого смогут выйти и протестировать. То есть это будет гораздо быстрее, чем самому ходить по демозоне и узнавать, что там у вас нового привезли. Вот такие обновления. То есть мы все собираемся в конференц-зале и быстренько смотрим такой спойлер, кто что привез, и каждый для себя решает сам, куда пойти в первую очередь. Потому что логично, экспозиция растет, и ориентироваться в ней нужно быстрее, чтобы не терять лишнего времени. Хорошо. Но у нас еще были заявлены некоторые конкурсные события. Было таких несколько интригующих анонсов, на которые был хороший резонанс. Давай поговорим, может быть, о самом новом, а может быть, и о самом вкусном. Совершенно верно. Да, в прошлом году мы заложили традицию участвовать наших информационных спонсоров, спикеров наших онлайн и оффлайн событий, которые, по мнению слушателей Безель, были самыми эффективными и полезными. Давайте посмотрим, как проходила церемония награждения. Да, это просто был такой ремайндер, как это все. проходило. Было действительно тоже очень здорово, много всяких положительных эмоций, поэтому мы решили на этом не останавливаться, двигаться дальше с различными конкурсными активностями. И в этом году заявили премию The Best of AV Focus, потому что если первенство наше адресовано в первую очередь спикером, конкретным экспертом, то эта премия уже про конкретные железки, условно говоря, потому что на рынке появилось много нового оборудования, опыта эксплуатации, экспертизы по нему пока маловато, а как бы хотелось бы, поэтому реальный опыт участников индустрии будет помогать выбирать надежные решения для проектов. На премию выдвигаются про AV-продукты и решения, доступные на рынке России и Средней Азии по 10 номинациям. Победителей мы будем определять, опираясь на обратную связь от реальных пользователей, которые тестировали эти решения и оборудование. На данном этапе идет сбор заявок от участников AV Focus, и в первую очередь, конечно же, я знаю, что сегодня нашими спикерами будут уже объявлены первые продукты номинанты для этой премии. Вторым этапом с марта по май, как раз во время проведения наших форумов, когда у специалистов будет возможность познакомиться с оборудованием, мы начнем сборку и публикацию контента об этих продуктах и открытый этап голосования. Для этого нам как раз и пригодятся личные кабинеты специалистов, о которых мы говорили вот в самом начале моего выступления. Далее 15 июля в финал выходят по итогам народного голосования лучшие продукты, после чего проведем серию тестов и на форуме в Москве в сентябре объявим победителей. Подробнее об этом проекте можно будет прочитать на отдельном лендинге, который тоже будет запущен к старту сезона. Вот такая идея с этим проектом. Отлично, у нас время идет очень быстро, давай перейдем тогда еще к одному важному новшеству, я говорю про турнир проектов. Да, есть еще один турнир, который мы заявили, это большой тоже информационный проект, действительно невозможно обо всем, об этих проектах рассказать прям за 15 минут, которые сегодня мне отвели. Очень кратко, сюда в качестве номинантов мы приглашаем системных интеграторов, потому что это прежде всего будет площадка для демонстрации их экспертизы. Как и в случае с премией будет организовано народное голосование, и на данном этапе у нас уже есть несколько проектов, которые подаются в качестве потенциальных участников этой премии. Как в ней участвовать и как подать свои проекты, давайте тогда мы сделаем отдельную рассылку, чтобы сейчас сконцентрироваться действительно на новостях АВ-фокуса, потому что невозможно, конечно, все вместить. Просто хочу, чтобы вы знали, что эти проекты будут запущены, награждение по премии будет проходить у нас в Сочи в январе 25-го года, будет отдельное событие. Хотите подробности? Надо было начинать. Да, хорошо. Хотите подробности, приходите на фокусы, расскажем про них, если терпеть не можете, пишите на промо собака.avaclub.pro, расскажем все детали. На этом разрешите отклониться. Ну что, спасибо огромное, Екатерина. Я думаю, что мы все, уважаемые коллеги, услышали самую главную новость, что АВ-клуб наконец-то нашел решение, как нам всем собраться и классно провести время в Сочи. Я думаю, что наша индустрия достойна такого мероприятия, и давайте все вместе соберемся и его реализуем. За подробностями следите в новостях, следите на сайте, следите в рассылках, потому что действительно объем информации большой, все уложите сейчас в небольшое вот такое мероприятие, хотя оно и так уже у нас разрастается по времени. Наверное, невозможно, да и не нужно. У нас на это есть целый сезон, чтобы адаптироваться, и все будет происходить у нас потихонечку. Еще раз, Екатерина Тимошенко, директор АВ-клуба, Екатерина, благодарю.